Морские обитатели Значит, смотрите, почему так важно, собственно, понимать, кого вы рисуете. Если это кит, или если вы выберете там дельфинов, если вы выберете как вот белуху, да, ваша коллега, чтобы наша сюжетная композиция получилась более жизненной и более правдоподобной, да. Именно поэтому я прошу вас составить такой маленький доклад о животном, которое вы будете рисовать. Это важно для большего понимания вашего героя, вашего персонажа, да. Почему у него именно, допустим, какой-то определенной формы плавники, да, потому что, к примеру, животное обитает где-то в глубине океана, да. Или, например, почему у акулы тело должно быть как обтекающая торпеда, да, потому что это хищник и скорости в воде при обтекаемой форме тела, да. То есть она хищник, и она атакует молниеносно, мгновенно. То есть все вот эти особенности при создании сюжетной композиции как бы необходимо учитывать, да. Это важно. Если, допустим, вы рисуете тех рыбок, например, которыми питается белуха, очень важно рисовать именно форму морской сардины, да, или сайры. Если, к примеру, у вас сюжет и выбрано, выбрано морское животное какое-то арктическое, да, то, собственно, будет неуместно, если у вас на дальнем плане пойдут какие-то пальмы и тропики, да, ну, то есть нелогично, да. Дальше, значит, форма плавников, то же самое влияет на динамику, на динамику того, как морской обитатель двигается в воде. Сейчас я приглашаю, значит, нашего создателя сюжетной композиции, и она нам немножечко расскажет об особенностях морских китов. Пожалуйста. Рацион. Замечательно, что в зимнее время горбатые киты не кокоснятся, а едят свои запасы, поэтому они могут сбрасывать свой вес до 30%. Как в большинстве китов горбатые киты питаются мелкими рыбами, которые находятся на дне. Например, рычками или треской, сельди, скурами. Место обитания. Ранее киты обитали очень много где, но из-за того, что на них была очень большая охота, сейчас их редко где можно увидеть. Например, в Северной Атлантике обитает два крупных стада китов. В водах Антарктики и Южного полушария находятся пять стай китов. И совсем немного в Индийском океане. А, то есть получается, что такие большие животные, но они стальные? Они не одиночки? Вот сейчас я могу рассказать. Да, да, да. Несмотря на то, что горбатые киты образуют стадо, внутри они предпочитают одиночный образ жизни. Исключение только те самки-киты, у которых есть детеныши, потому что от них не отказываются и всегда рядом с ними находятся. Угу, понятно. То есть такая идёт забота такая, да? Да, детеныши. Угу, понятно. В России горбатого кита можно встретить в Японском Охотском море. И хоть там их мало, но они находятся под охраной. Угу. Окрас китов. Окраска горбатого кита отличается разнообразием, и она всегда темнее любых других китов. Спина и бока чёрные или тёмно-серые, иногда с коричневым оттенком. Спина и бока, ой, на брюхе окрас либо чёрный, чёрно-серый, либо белый. А, то есть ты вот как бы примерно планируешь именно такую колористику, да, использовать? Угу. 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 Смотрите, ребят, да, значит, вот описание окраса, то есть это очень важно. То есть мы именно этот окрас применим к сюжетной композиции. Понимаете, да, меня? И вот так вот, когда вы составляете сюжетную композицию, нужно как бы докопаться до самой глубины предмета. Тогда ваш рисунок получится и интересным, и правдоподобным. Услышали меня? Все, спасибо, работаем.